В поселке Сокол прошел прием граждан по личным вопросам. Мэр областного центра провел встречу в администрации поселка. Основные вопросы были связаны с проблемами кровли. Также жительница дома по улице Гагарина, 28, пожаловалась на то, что несколько лет назад она получила жилье от муниципалитета и спустя 4 года начала сильно течь крыша. В итоге весь ремонт она делала за свой счет. Однако проблемы не решились и недавно снова образовалась большая течь. Я так понимаю, что вы денег не просите, вы говорите, сделайте мне ремонт после протечки, которая произошла в лесосаде кровли. Вы были в этой квартире? Таким образом, градоначальник поручил управляющей компанией специалистам департамента ЖКХ собрать комиссию, в ходе которой установят, что протечка кровли стала причиной всех неприятностей. И к пятнице лично мэру сообщат обо всех мерах, которые были приняты для устранения проблем. Вот это два дома, которые требуют ремонта капитального характера. 7 сентября в Магаданском музыкальном и драматическом театре имени Горького в рамках блок-тура прошла экскурсия для студентов колледжа искусств и блогеров. Это мероприятие провели для того, чтобы рассказать об истории театра и о том, кто работает здесь и чем вообще занимаются служители театра. Студентов познакомили с заслуженным художником России Юрием Степановичем Руденко. Его знают многие, если не лично, то по знаменитым работам. А именно монумент «Время», более известный как «Мамонт», а также памятники Владимиру Высоцкому и Вадиму Козину. Все декорации изготавливаются из дерева, фанеры, пенопласта, картона. И вот деревянную столярную часть мы исполняем здесь, в столярной мастерской. Все, что выпускается в театре в виде спектаклей, все имеет декорации, которые делаются вот здесь. Ну, в общем-то, тут хитрости нет. Мы работаем по эскизам художников. Художник, который ставит спектакль, дает нам эскизы, которые заранее уже согласованы с режиссером. Вот, мы, значит, получаем рабочие чертежи и делаем. Кроме этого, для студентов провели актерский мастер-класс, в ходе которого ребята стали еще больше доверять друг другу, а в конце поделились своими самыми сокровенными желаниями. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, мне 34 года. Я хочу заниматься вокалом. Меня зовут Дарья, мне 16 лет, я мечтаю научиться играть друг друг другу. Летом подобные экскурсии сотрудники проводили для детей почти каждый день. Также они проходят не только для школьников, но и для взрослых людей. Записаться на экскурсию можно на сайте Магаданского государственного музыкального и драматического театра. Экологическая обстановка в окрестностях поселка Карамкен Хасынского округа до сих пор остается тревожной. Беспокойство вызывает заброшенные склады сильнодействующих ядовитых веществ, которые в 90-е годы принадлежали Карамкенскому Гоку. Их месторасположение примерно в 30 километрах от поселка Палатка, выше по течению реки Хасын. То, что склады существуют по сей день, это полбеды. Основная опасность находится внутри. В них в свободном доступе хранятся различные химические реагенты. Вечерний Магадан с 2018 года следит за обстановкой на тех складах. И по сей день она, к сожалению, не меняется. На прошлой неделе мы с руководителем общественной организации Магаданский центр окружающей среды Ольгой Москвиной снова посетили этот опасный объект. Сейчас мы находимся на территории в помещении складов сдяв, сильнодействующих ядовитых веществ. Эти склады относились к комплексу производственному Карамкенского ГОКа. И после его ликвидации, после его банкротства остались в таком состоянии беспризорном, которое на сегодняшний день привело к тому виду, который перед нами. Склады выглядят как два длинных гаражных бокса с многочисленными входами, окнами, без стекол и перекрытий, а на многих и вовсе отсутствует крыша. Внутри складов, примерно по тонну, находится раскиданный разноцветный порошок. С годами упаковки бочки и мешки, в которых хранились эти химикаты, были повреждены. И теперь все это опасное безобразие валяется на поверхности. К слову, Ольга Москвина еще в 2005 году поднимала вопрос о ликвидации этого химического мусора, сообщала чиновникам и министерствам. Далее были долгие разговоры и отписки. В итоге прошло почти 16 лет, и мы видим, что они ни к чему не привели. Несмотря на то, что на протяжении этих 15 лет некоторые меры принимались, все равно здесь остается свалка химических веществ, некоторые из которых, можно предположить, являются сильнодействующими и ядовитыми, о чем говорит маркировка на мешках, которые находятся за моей спиной. Стоит сказать, что годами ранее при очередном посещении этих складов внимание Ольги Москвиной привлекли бочки с маркировкой яд и изображением черепа из крещенных костей. Также ею были найдены и мешки с маркировкой свинец уксусно-кислый. Написав после несколько материалов об опасной находке, журналисты «Вечернего Магадана» все же были услышаны в 2020 году. Тогда прокуратура области выложилась на сайте релиз, в котором говорилось, мол, меры приняты и главе Хасенского района было вынесено представление. Но при этом якобы проведены экспертизы и опасных химикатов там не было обнаружено. Так, немного соли, не более. Тогда уже у нас возникают вопросы. Простите, бирки с пометкой «яд» и «черепом» клеятся просто так, везде, на любых продуктах? И они не несут под собой никакой опасности и смысловой нагрузки, согласитесь, забавно получается. Здесь мы видим бочки с маркировкой «рудник светлый», здесь мы видим разрушенные бочки, разорванные мешки. И несмотря на то, что уже на протяжении, наверное, трех-пяти лет в средствах массовой информации неоднократно опубликовали сообщение о том, что эта свалка ликвидирована и доступ к ней прекращен, мы видим, что это не так. Химические вещества, тем не менее, остаются лежать здесь, и судьба их на сегодняшний день неизвестна. На прошлой неделе в одном из региональных СМИ Министерство экологии региона отчитались по складам, что на сегодняшний день ведомство подготовило перечень объектов, которые вредят окружающей среде нашего региона. И данные склады туда тоже входят. О них они помнят, знают и всячески переживают. Также они не устают статьей утверждать, что согласно заключению аккредитованной лаборатории особо опасные ядовитые вещества там не оборудованы. Во-первых, опасно тем, что мы не знаем, что это, мы не знаем, насколько высок класс опасности этих веществ. Для определения этого должны быть отобраны пробы, причем они должны быть отобраны именно с представителями средств массовой информации и общественности, я считаю. И результаты исследований этих проб должны быть опубликованы тоже в открытом доступе. Тогда мы сможем определить степень опасности или неопасности, но в любом случае, какой бы степень опасности эти вещества не обладали, эта свалка должна быть ликвидирована, потому что мы видим, что это все под воздействием осадков вытекает наружу. И несмотря на то, что тот склад запечатан, дальний, где хранится наибольшее количество мешков, бочек с этими химикатами, все равно окна там отсутствуют, крыша там практически отсутствует, и понятно, что вода туда попадает, и оттуда вытекает все это наружу. Также стоит упомянуть еще об одной интересной находке на тех складах. Среди рассыпанного порошка из пенившихся бочек мы нашли мешки с параформальдегидом. К слову, это химическое соединение, если посмотреть в интернете, оно относится к быстродействующим клеточным ядам второго класса опасности. Оно способно оказывать крайне негативное влияние на человеческий организм. Под его воздействием или воздействием его полимеров идет раздражение кожных покровов у человека, слизистых оболочек, дыхательных путей. Воздействие вредных веществ на человека может сопровождаться отравлениями и травмами. Также может это привести к раковым заболеваниям и генетическим дефектам. Это вещество сильно нарушает экосистему и разлагается более 30 лет. Не раз региональные чиновники и силовики заявляли, что данные химикаты, они безвредны. И убеждать нас можно сколько угодно, ведь это всего лишь слова. Для большей эффективности мы предлагаем данным скептикам наглядно показать их безопасность, попробовать, как говорится, на себе, чтобы с нашей стороны и со стороны экологов все сомнения ушли. Для этого Вечерний Магадан привез ложку, которую мы оставляем для вас на входе. Редактор субтитров А.Семкин